Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и у меня в гостях сегодня создатель и руководитель компании «Сельхозбиогаз» Марина Фалевская. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Вот сразу начнем. Как это сказать, когнитивный диссонанс названия компании и руководитель. Когда произносишь «Сельхозбиогаз», кажется, что это что-то вот такое, как директор колхоза ассоциации возникает. Примерно такое, наверное, в первую очередь. Я сейчас никоим образом не обидеть не хочу, просто про ассоциативность. Что такое сельхозбиогаз? Три составляющих. Чем занимается компания? Ну, это на самом деле ассоциации-то у вас практически правильные. Только единственное, что не колхоз, а для колхоза, для сельского хозяйства. Биогазовое оборудование как один из важных элементов, позволяющих перерабатывать органические отходы, любые, какие у нас образуются в сельском хозяйстве, и получать два продукта – биогаз и биоудобрение. Все вот эти термины «переработка», «биогаз», «удобрение» в название не вложились. А вполне вот, чтобы было сразу же понятно, чем занимается компания тем, кто в теме, то это именно об этом. Как давно занимаетесь? Начали вообще прорабатывать эту тему, биогазовое оборудование, в 2010 году, в 2011 создали компанию, потому что тогда это же полностью у нас все инновации. Для инноваций нужно было получать патент, нужно было, чтобы компания была свежая, и иметь возможность участвовать в различных конкурсах, которые у нас тогда были, центры инвестиций, центры инноваций. Поэтому была создана отдельная компания под это направление. А так мы это… почему вообще начали этим заниматься, и почему вот именно в 2010 году? Потому что это у нас произошло в рамках диверсификации машиностроительного предприятия «Викрус», когда в 2008-2009 год был строительный кризис первый, а мы до этого несколько лет производили оборудование для пенопласта. И вот мы почувствовали, что на одной теме сидеть нельзя, активно начали искать, чем еще можно заняться. Достаточно быстро мы остановились на нише сельского хозяйства, и потом, когда ее начали изучать, то поняли, что оно, в принципе, биогазовое оборудование в чем-то похоже на наше для производства пенопласта, и наши производственные мощности сюда очень хорошо подходят. Вот и поэтому вот в то время, ну это на самом деле было очень давно, уже 13 лет прошло, мы остановились на такой узкой теме, которая оказалась, в свою очередь, очень глубокой, очень многогранной и очень интересной. Как вы вообще к ней пришли? Ну это же, это надо как-то иметь к этому отношение. Ну как это происходит? Ну вот пришли... Занимались пенопластом. И тут раз, и переработка сельхозотходов, назовем так, в газ. Как это? Давайте вспомним. Вообще, если прямо конкретно выбор этой темы остановился, ну здесь больше, конечно, это была именно моя идея, почему мне сразу же отдали эту фирму, да, и я сразу же стала ей руководить и заниматься. Это я получала там какое-то очередное высшее образование, и на предмете экологии рассказывали у нас, что там вот произошел выброс в речку Чахловица у нас, или какая, да, там навоза. Вот прям беда, экологическая катастрофа. И эколог, который нам этот преподавал, она прям так седовала, что ну вот, к сожалению, никто не решает. Вот вообще прям беда в России, никто этой темой не занимается. Да когда уже все хоть кто-то возьмется? И вот у меня как-то это сложилось, видимо, в этот момент мы искали нишу, и я так почитала, посмотрела, о, так это вообще то, что нам нужно. Ну давайте немного технологичность процесса все-таки, да, то есть что получается в итоге, что является продуктом, да, то есть что составляет предмет бизнеса? Ну, что в итоге, предмет бизнеса, это, наверное, разные немножко вещи. Ну хорошо, давайте по частям разберем. Да, давайте попробуем по частям. Здесь в основе всего нашего предложения это анаэробное сбраживание. Анаэробное, то есть без доступа кислорода. То есть вот основная емкость, ее может быть там одна или 10 штук, биореактор или метантенк, внутри которого работают бактерии. Наши главные помощники. Вот почему я и вам уже сказала, что тема сложная, непростая. Потому что здесь у нас стык микробиологии, биотехнологии и машиностроения, и экологии, и вот, а все с нас экономику в первую-то очередь просят и ждут. Внутри сырье, это любые органические отходы, которые сейчас там стали не отходами, а стали ППЖ, побочными продуктами животноводства. Любые органические отходы. Вот теперь это так называется. Да, это теперь так называется, чтобы не надо было третий, четвертый класс опасности отходов доказывать, подтверждать, снижать. Да, это сейчас называют побочные продукты животноводства. И для того, чтобы все равно вот эти вот все отходы, которые образуются на сельхозпредприятиях, они должны с ними что-то сделать, применить какую-то технологию. Вот компостирование, там, переработка в лагунах, вот либо наше анаэробное сбраживание, либо ферментация. Вот и как раз мы предлагаем одну из тем, потому что она очень ускоренная. В лагунах можно выдерживать год, там, можно 9 месяцев. Компостировать можно, там, 6 месяцев, 9 месяцев. Ферментация тоже, там, 30-40 дней происходит. А у нас внутри биореактора вот это наше анаэробное сбраживание с нашими бактериями позволяет всему процессу произойти за 12 дней. Вот то же самое происходит. Потому что мы температурный режим под каждое абсолютно сырье подбираем, ассоциацию микроорганизмов. В ИБФМ имени Скрябина в городе Пущино каждый раз под каждый у нас объект выращивают и депонируют ассоциацию штаммов и микроорганизмов. То есть они смотрят, какие бактерии уже в сырье есть. В каком-то их много, в каком-то их вообще нет. И потом добавляют еще, какие нужны там штаммы, где-то целлюлолитики, где-то еще там разнообразные, чтобы впоследствии процесс шел автономно, независимо, и мы не сидели на игле, и нам не надо было покупать где-то за границей какие-то ферменты и постоянно добавлять. Потом самовоспроизводящиеся? Да, мы ее один раз запустили, и все, она работает. Это бактерии, они же живые организмы, им просто нужно создавать условия. Их нужно кормить, у них должна быть хорошая температура, подходящее давление, перемешивание, вот эти все-все-все процессы, которые важно учесть. И вот на выходе получается два продукта через 12 дней, но по большому счету процесс он идет непрерывно, то есть у нас идет каждый день загрузка и каждый день выгрузка. А первый цикл идет примерно 12-15 дней. У нас получается органическое удобрение. То есть мы туда загрузили вот это сырье с запахом, с личинками. Навоз. Навоз, помет, это может быть, так как их много, поэтому мы называем сырье. Понятно. Это все-таки это сырье, это биомасса. Для нас это, мы вообще стараемся, слово даже, отходы не употреблять. А ППЖ вообще удобно теперь стало очень, да? Никого не обидели до этого, вот биомасса. То есть вот мы загружаем это сырье, в котором есть патогенка, личинки, сорняков, семена каких-то растений, остатки пищи, подстилка. Вот это вот вся разнообразная такая масса. Бактерии на нее накидываются, все, что можно, поедают. Ну, конечно, вот такие вот куски они не съедят. 10 сантиметров. Да, ну, маленькие. Мы измельчаем там до 3 сантиметров. Все равно предварительную подготовку делаем, измельчение. И бактерии все, что можно съесть, они съедают и преобразуют все это как раз в биогаз. Вот у нас два продукта, которые идут параллельно, непрерывно, попутно. На выходе из биореактора выливается коричневая жидкость, практически без запаха, но вот свежеполитая земля, вот какой имеет запах, вот так и пахнет удобрение. Оно теплое, потому что у нас процесс внутри там идет либо 38, либо 55 градусов. И это все, это готовое абсолютно натуральное удобрение, которым содержат миллиарды вот этих микроорганизмов, которые можно вот прямо сейчас вносить в почву. Уже не надо никакие ни лагуны, никакие там дополнительные ферментации, выдержки и все прочее. И биогаз. Что такое биогаз? Биогаз – это газ, который горит. Основным его компонентом является метан. У нас на объектах 70-80% метана, смотря какой объект. Сразу скажу, что это хорошо. В принципе, в биогазе метана 80% – это нормальная такая допустимая норма. Остальное – это у нас там СО2 и еще немножечко разных попутных газов. Почему хорошо? Потому что в европейских комплексах биогазовых, ну, понятно, мы же не сами изобрели эту технологию, мы же проанализировали как бы абсолютно все страны, там Европа, Азия, Россия, все, что только можно. И в европейских комплексах там 55% считаются уже хорошо, потому что они используют очень много компонентное сырье. То есть они, когда строят биогазовую установку, то сразу же считают, что туда надо солому добавлять, там силос добавлять, просрочку добавлять, это добавлять, это добавлять. Мы, проанализировав вот все имеющееся, все предложения, понимаем, что у нас Россия, и нам надо работать в наших условиях. И сказать там фермеру, что давайте вот мы сейчас вам поставим биогазовую установку, а вы в нее кукурузу потом будете добавлять. Ну, мы не для этого кукурузу выращиваем, да. Особенно у нас там не Белгородская, не Воронежская область. И поэтому мы стараемся работать с моносырьем, и у нас это успешно получается. То есть у нас как раз есть объекты, где КРС, и птичий помет, и свиной на ВОЗ, и мы с отходами очистных работали. Ну, и сейчас вот последний объект мы запустили, у нас вообще там отходы АПК, оборонки. Тоже есть такие определенные отходы, которые отлично перерабатываются с помощью анаэробного сбраживания, получается удобрения. Давайте не будем секретные темы здесь затрагивать. Да, поэтому мы просто говорим. Давайте правильно скажем. Вы производите оборудование. Да, мы производим оборудование. Которое, собственно говоря, реализует вот эту технологию. Да, но по сути-то мы все равно предлагаем все в комплексе. Потому что мы начинаем с того, что у нас своя проектная организация, то есть мы готовим проект. Вот мы выращиваем ассоциацию с помощью пущина. Ну, они нам привозят литр. Мы из этого литра делаем 200 литров здесь у себя, чтобы потом запустить в комплекс. Мы едем на объект, мы смотрим все, как сделать привязку, как все оптимизировать, какие еще отходы можно использовать, какие не надо, как. Там прямо на месте меряем все там ВАЖ, влажность, зольность. Ну, сразу же смотрим, подробно готовимся к объекту. После этого мы делаем оборудование под конкретный заказ, что как бы, ну, опять же, с одной стороны, для меня это интересно, но с каждым раз оборудование разное. А производство от этого, ну, просто иногда сходит с ума, что, ну, как так, приемный бункер мы делаем, и опять новая модель. Там опять какая-то модификация, потому что опять другое сырье. Но это кажется, что ферма КРС, они на самом деле... Да, да, но они на самом деле очень сильно отличаются. По регионам они отличаются, по кормлению там вот и по всему прочему. И вот, соответственно, то есть мы... Ну, уже мы не разрабатываем, конечно, каждый раз оборудование, но все равно вносим какие-то изменения. Ну, адаптируйте его. Да, адаптируем. Состав все равно примерно одинаковый. Изготавливаем оборудование, отгружаем его, монтируем, запускаем, обучаем сотрудников заказчика, и после этого ведем сопровождение. То есть на каждый объект у нас все дистанционно с телефона сотового есть, все программы, и на каждом объекте есть видеонаблюдение. Для каждого объекта у нас созданы чаты, ну, где-то WhatsApp, там, допустим, Viber. Они нам присылают журналы, и вот мое утро, может, в 4 утра начаться, если я проснулась, я такая вот сегодня смотрю уже так, с Благовещенска пришло там 900 кубов биогаза, например, сегодня у них выход на объекте. Кто ваши клиенты? Кто, в первую очередь, обращается? И, ну, вот смотрите, вы назвали 4 технологии, да, я запомнил? Ну, разные, да. Если они настолько разные, одна там год занимает, вторая 12 дней ваши, почему разные? Зачем надо год ждать, если можно за 12 дней все получить? В чем здесь разница у клиента? Я сейчас прошу вас, ну, такой портрет клиента сформировать, который вот выбирает, условно говоря, там, к вам обратиться, не к вам, и кто он? Ну, у нас на сегодняшний день запущено 10 объектов, поэтому я прям вот 10, допустим, возьмем их как 100%, это 8, это именно сельхозпредприятия, и то их можно поделить, ну, вот на сегодняшний день, это те, кому прямо приспичило, кого прижали, да, что вот там, вплоть до того, что экологическая прокуратура, да, какая-то там, руссельхознадзор и все прочие пришли, а у него лагуны нет, соответственно, ему нужно срочно что-то решать, или лагуну строить, или там, вот, биогазовую установку поставить. Ну, лагуна – это такой водоем, в котором все отстаивается. Да, 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 да. И, соответственно, он может выбрать нас как альтернативную технологию. Вот несколько объектов у нас таких. Есть ответственные, вот мне больше всего нравятся, конечно, такие заказчики. Это просто, ну, вот реально патриоты своего места, своего там города, села, потому что они понимают, что здесь жить дальше их детям, их внукам, и они просто не хотят приносить экологический вред, потому что они так и понимают, что навоз свежий в поле везти нельзя, его надо переработать, его надо выдержать. Не всегда есть возможности выдержать, но хорошо, они там его вывезли в поле, вроде бы как бы там он должно полежать, должно откомпостироваться, но тут прошел дождь, все это полилось, слилось, да, в почву попало, в реку попало. Вот, конечно, эти заказчики, они самые интересные, и они нам очень помогают, ну, поскольку у нас ведь каждый объект-то он разный, все равно какие-то технические нюансы возникают, и мы каждый раз вот это все модернизируем, дорабатываем, и они дают хорошую обратную связь и полезные советы. И сейчас, ну, какие есть еще? Есть тоже, кто сразу же в момент проектирования выбирает. Им надо либо запроектировать и построить несколько лагун, а у них, например, там влажные почвы, и построить, сделать гидроизоляцию лагуны, это очень сложно. И им вместо вот этих там 16 тысяч кубов лагун, они, например, поставили там биогазовый комплекс и ежедневно вывозят на поля. Это вот у нас, например, в Благовещенске, поскольку у них огромных сугробов не бывает, и у них, в принципе, доступ в поле есть круглогодичный. Но при этом, смотрите, еще и газ вырабатывается, то есть не только удобрение, но и газ, то есть это становится чем? Источником? Тепла или электроэнергии. То есть что хозяйство делает на этом? Ставят автономные котельные? Куда идет, как используется? Ну, здесь давайте я немножечко такое отступление сделаю. Я еще не договорила, еще два других клиента. Давайте я чуть-чуть это договорю, и потом вот к этому, наверное, да. И еще, то есть есть вот клиент, который, это прям вот рекоператор, который занимается переработкой отходов, от первого до пятого класса опасности. И для того, чтобы не обходить стороной органические отходы и на них тоже зарабатывать, на их переработке, вот он приобрел у нас биогазовую установку. И перерабатывает там, он птичий поймет, молочную сыворотку, ну, там, пищевку принимает, просрочку и все прочее. Перерабатывает, зарабатывает на этом. И то же самое потом реализует и продает удобрение. То есть он берет деньги за прием. Да, и потом за выход. Потому что за утилизацию это платная услуга, и потом продукт, который получает на выходе. Да, то есть вот. Но это не кировский рекоператор. Это не кировский, да. Ну, про кировских отдельно поговорим тогда. Вот, и теперь, ну, и вот у нас один еще такой, говорю, интересный объект, это военка. Там вообще все очень интересно. Но я единственное, что могу сказать, что для нас, ну, понятно, для нас это честь, с одной стороны, что нас пригласили в такой, это крутой, там, прям крутой инновационный проект, технология МГУ, а мы с ними дружим, и поэтому они как бы нас порекомендовали. Все эти дети, Рустехи, Руснана, Русата, мы согласились. Мы с ними сейчас всеми работаем. Какой основной нюанс? Могу сказать, что это абсолютно закрытый объект. И у нас нет туда ни видео, ни, как бы, ни доступа, да, для управления. И плюс все это взрывозащищенное, плюс все это прям вообще там супер-супер-супер безопасное. И вот это был прям такой основной важный аспект. Ну, ничего как бы справиться. И у нас были очень жадкие строки. Мы никогда так быстро биогазовые установки не делали, как для этого объекта. Но мы справились. Это будет разовый опыт, или вы видите в этом? Если все будет хорошо, то отнюдь не разовый. Вот сейчас там с помощью МГУ заканчиваем, дорабатываем технологии, вот это пристраиваем, удобрение, которое получилось, хорошее такое азотистое удобрение получилось. Слушайте, вот, Марин, который раз я приглашаю гостей к себе в студию, мы разговариваем о том, что я называю, ну, простым таким словом. Нам есть чем гордиться. Ну, вот на самом деле, я рад, что вы попали в эту же нашу группу моих гостей, потому что мы, к сожалению, зачастую в Кирове не знаем то, что происходит, то те достижения, которые реализуют наши предприятия, те продукты, которые они там запускают технологии. Ну, ведь на самом деле, я так понимаю, из всей страны была выбрана компания, которая там реализовала это, тем более, что запросы военных мы знаем. И, ну, слушайте, достойно уважения, искренне гордимся, и так держать, что называется. Ну, я тоже всегда за это, что нам надо знать всех кировских. Надо знать и гордиться этим абсолютно точно. Да, да, да. Ну, я рад, что мы об этом рассказали, так, ну, с завесой тайны, как бы. Да, ну, мы-то всегда и позиционируем себя, как кировскую компанию. Я всегда, когда еду на какие-то переговоры, вот с этими же там инвесторами, не инвесторами, корпорацией, некорпорацией, я говорю всегда не только про себя и про свою компанию, и про свою технологию. Ну, во-первых, я всегда говорю, что мы члены кластера. Я вот сама еще вице-президент биотехнологического кластера. У нас там 40 предприятий. Ну, наверное, не все 40 активные. Ну, это все, вы знаете, вот мне очень понравилась ваша речь, когда я вступала в это, в ТПП с этой компанией, что это инструмент, да? И кластер ведь точно так же. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется. И я всегда на всех вот таких встречах и переговорах стараюсь еще про кого-то, про наших кировских рассказать, что-то добавить, там, пригласить к нам в кластер, пригласить к нам в кирам, что-то рассказать. И в последнее время раньше нелестные отзывы, как правило. Ну, там, ой, да, ваш там Киров, что-то вот такое. Слушали, не слышали. А вот в последнее время, последние два года очень прям хорошая обратная связь. Да, там кто-то, да, да, знаем, вот в Слободском там шубы покупали. Да, да, знаем, вот там у нас в Ленинградской области, там в каком-то районе прям несколько коттеджей нашими ребятами построено. И это тоже вот становится очень приятно, что нас начинают знать, понимать, и уже там вятка Киров так уже не звучит как-то для кого-то резонансно. Ну, и мы сами начинаем гордиться этим. Вот как раз, что называется, где родился, там и пригодился. В Кирове-то есть проекты реализованные? Да, у нас два комплекса в Кирове. Это вот первый мы в Истовянске запустили в 2013 году. И на самом деле комплекс, ведь мы запустили, и там работало всё хорошо. Не знаю, почему у многих создалось мнение, что, ой, там ничего не работает. Мы так много этого слышали, такой обратной связи. И каждый раз мы говорим, да, приезжайте, посмотрите, что там не работает. Единственное, что так же тогда же СМИ, всё очень-то громко прокатилось. Каждый один оператор одно сказал, другое, другое, третий, третий. И в итоге ожидания-то, они сильно сошлись с реальностью от того, что было как бы проанонсировано, и то, что получилось. И мы, наученные изначально там интернетом, какими-то там патентами, маркетингом и чужими разработками, мы тоже были ориентированы несколько на другие показатели. А по большому счёту, вот эта вот площадка в Истебенске, это просто отличный опытно-промышленный комплекс, на котором мы отработали всё. И вот как раз применение удобрений, сколько вносить, на какие культуры как реагируют. Мы технологические регламенты сделали, там сельхозакадемия и вот с НИИ Рудницкого заложили кучу опытов на разных культурах. Там мы с биогазом попробовали, как его чистить, как его сушить, как в электроэнергию его преобразовывать. Вот всё, мы всё, что могли. Мы тогда просрочку пробовали добавлять, ну всё, что только можно. И очень хорошо мы именно удобрения с того объекта реализовали. Мы машиностроительное предприятие, да, для нас вроде как бы продажа удобрений – это немножко не то, но мы занимаемся любой темой. Там вот мы делали пенопластовое оборудование, у нас есть пенопластовый цех, и мы вот всё, что только можно из пенопласта, мы всё из него производим. Вот всё там, любая теплоизоляция, да, и декорагентство у нас, и вот здесь у нас уже был этот опыт наработан. Мы знаем, что такое инновация и глубина проекта. И здесь точно так же. Вот мы про это чуть позже с вами поговорим. До сих пор вот так диверсифицированно занимаетесь? То есть продукты вашей технологии тоже являются для вас предметом бизнеса? Или это… Ну, конечно. Вот мы сейчас с вами и приходим к первому вопросу, когда вы спросили, а где тут экономика, где бизнес? Ну, давайте мы сейчас сделаем, Марина, небольшую паузу. У нас рекламная пауза. Мы прервёмся и через некоторое время достаточно быстро вернёмся в студию. Возвращаемся в студию программы «Разговор по делу». Я, Андрей Усенко, у меня в гостях сегодня Марина Фалевская, создатель, руководитель компании «Сельхозбиогаз». Говорили с вами о том, чем занимается компания, какая продукция диверсифицированная. Но вы как раз вот перед выходом на рекламу сказали о том, что был опыт инноваций, поэтому уже было при ней. Вообще вот сейчас, оглядываясь назад, понятно, что времена изменились, понятно, что ситуация изменилась, но в чём, видите, правильные действия и что бы поправили? С точки зрения, может быть, какого-то такого вот опыта, да, как развиваться человеку, у которого появилась идея, и он хочет воплотить её в жизнь? Вот как это было у вас? Что правильно делали, что сделали бы иначе? Ну, поскольку я живу полностью ориентированно вперёд, да, и для меня всегда важный вопрос, что делать. И у меня по этому биогазовому оборудованию ещё столько планов, которые уже там что-то в идее, что-то уже патентуется, что-то отрабатывается там в лаборатории, туда и туда. Я, наверное, не внесла бы каких-то существенных корректировок, потому что, знаете, вот от лаборатории начать и кому-то бежать и строить там комплекс биореактора на тысячу кубов сразу же нет. Мы идём планомерно, у нас объёмы увеличиваются. Вот у нас сейчас есть первый комплекс, где генерируется электроэнергия, 150 хотя бы киловатт, ну, для нас, по крайней мере, это всё понятно. Сейчас там переговоры идут уже с большими объёмами. И, в принципе, я говорю, наверное, я бы глобальных корректировок не внесла. Единственное, что, может быть, там у нас где-то два комплекса в год. Один бывает, но большой комплекс в год. А все же такие надеялись, вау, мы сейчас прям пойдём, тут 3, 5, 7, 10. Каждый месяц? Да. Вот это, может быть... А кто надеялся? Вот вы говорите, все так надеялись. Ну, вот, например, там биотехнологический кластер, учредитель Викруса. Ну, я, наверное, тоже надеялась, пока не поняла, что оно есть так, как есть. Переломить ситуацию и пробить только своим лбом вот эту вот стену, когда у нас, ну, привыкли у нас, что можно вывозить навоз в поле, потому что полей у нас немеряное количество. И никаких наказаний за это нет. Да, и никаких наказаний, ничего за это нет. Пробить нельзя. Поэтому мы ищем своих клиентов, становимся для своих клиентов партнёрами, друзьями, и там прям на такое, на долгосрочное сотрудничество идём. Сейчас, ну, я говорю правду, я очень ориентирована вперёд. Я очень патриот Кировской области. Мне очень хочется, чтобы там первый большой комплекс с большими вертикальными реакторами мы тоже построили в Кировской области. У нас уже отработана там вот уникальная технология. Очень хотелось бы её реализовать. Также вот мы с удобрениями с 2013 года занимаемся. И у нас огромный опыт, и рецептуры есть, и торговые марки зарегистрированы, и испытаний всяких полевых, много-много всего провелось. И очень хочется это уже тоже как-то вот сконцентрировать и построить какой-то инвестиционный проект, например, завод органических удобрений. Вот есть заводы минеральных удобрений, а ни одного завода органических удобрений в России нет. Вот что-то вот такое, где мы могли бы там, в том числе, наши флюенты собирать с биогазовых установок, с разных, и реализовать его. Потому что в сельском хозяйстве маркетинг и продажи не очень там как бы живут. Там и так просто востребованная продукция. А с удобрением надо постараться, его нужно продать. Слушайте, ну это ведь хорошая идея. У нас химкомбинат есть, а мы ещё один комбинат. Ну там, конечно, ладно, там комбинат не комбинат, масштабы не масштабы, да. Замахиваться так замахиваться. Замахиваться, замахиваемся. И теплицу ещё какую-нибудь тоже такую поставить, чтобы современно и на органическом удобрении... Замы использовать как раз. Да, и органическое удобрение, и биогаз. А ещё в биогазе же есть углекислый газ. Углекислый газ можно тоже подавать. В теплицу всё расти будет больше. Всё будет вкусное, натуральное, органическое. Так что планы на Кировскую область у нас большие. А вот реализовать, наверное, мы сейчас будем это всё на Сахалине. А вот давайте поговорим. Что скажете про господдержку? Я знаю, что вы человек очень активный, предприниматель активный. Вы изучаете, смотрите варианты, пользуете, даже если не верите, но всё равно там стараетесь. Что скажете про роль господдержки в вашей работе? Мы получали. Нам это, конечно, помогает. В первую очередь, это вот как участники кластера, вот через Центр кластерного развития. Это выставки, это сертификация продукции, это какие-то там буклеты, в своё время сайт, сертификаты. Вот это мы получали, конечно, да, помощь есть. Кредиты под низкий процент, а ещё особенно я женщина-предприниматель, там ещё он 1% ниже. Приятным сюрпризом оказывается. Это есть, но если в сфере агропромышленного комплекса там субсидии, кредиты, там гранты, всё, что только угодно, поддержка там просто огромная, то мы-то к ней не относимся. Мы промышленное, да, мы промышленное предприятие, и поэтому мы можем только порадоваться и помочь нашим клиентам получить ещё одни какие-то там у себя субсидии, гранты на биогазовое оборудование. Как правило, они этим активно и пользуются, а мы должны взять и патенты, и сертификаты, техническую документацию, всё правильно разработать. Чего не хватает? Чтобы вы, как производственно-промышленная, даже научная компания, да, с неокром, со всем, что вам не хватает? Ну вот, наверное, нам не хватает государевой воли, да, вот, которая бы сказала, чтобы сознательных-то больше появилось. А вот эти все изменения экологического законодательства в последнее время там достаточно серьёзно расточающие и так называемые рефорны. Вот они вроде бы, да. Сказываются, то есть переламываются. Ждём, мы всё время ждём. Вот то там в 2015 году закон об органических, об отходах, да, сейчас вот это 23-й год, закон о ППЖ, но к закону нет пока подзаконных актов. Мы ждём. Мы ждём, мы видим, мы прям фиксируем вот эти результаты, когда там компания, он в Сибири, 5 миллиардов штрафа получила, вот они сразу побежали биогазовое оборудование приобретать, они могли три комплекса на эти деньги купить. Ещё там где-то кого-то штрафнули. С нашими партнёрами они работают, мы тоже будем там участвовать в вопросе как раз применения удобрений. А вообще конкурентный рынок? К сожалению, нет. Вот к сожалению, потому что, ну мы все друг друга знаем, там рынок очень узкий. Мы как бы так-то вроде бы все партнёримся, ну до поры до времени, пока там на каком-то тендере не встретимся, да. Но нет вот такого прям сильного конкурента, из-за которого всегда надо вот так нос по ветру, хвостом держать, у нас нет в России. А за рубежом? А за рубежом неадаптированная к России технология. Ага. И санкции сказались каким-то образом? Сказались, конечно, за это время, как санкции появились, ни одного импортного биогазового комплекса не было поставлено. Хорошо. Совсем немного времени, Марина, остаётся, быстро идёт время. Какие перспективы? Вот вы уже сказали, а... Я вам все свои планы, мечты сказала. Я надеюсь, что это всё реализуется, потому что, правда, у нас есть задел. У меня очень хорошая команда. И вот, и кластер. Это такая... Ну, это, наверное, не команда. Это такая, как это там, кирпичная такая стена за спиной, которая помогает пробивать лбом кирпичную стену, которая передо мной. А так как бы сотрудники есть, которые тоже вот у них, как у меня, горят глаза. У нас там было, что уходили, возвращались, потому что это интересно. Сейчас вот лаборантов берём, исследования органического рынка. Сколько человек компаний? Ну, всего где-то у нас 67 сотрудников во всей группе компаний. И мы идём вроде бы как в одну сторону. И они тоже видят эти перспективы. Бывают какие-то сложные времена. Так не разбегаемся, работаем, понимаем, что сегодня так, а завтра мы будем завалены заказами. У нас же тем много, и поэтому так и бывает всегда, что тут одно выстрелит, тут другое выстрелит. Слушайте, мы вынуждены завершать программу, но хочу пожелать вам, наверное, вот этого сохранения, вот этого безграничного оптимизма, энтузиазма и уверенности в будущем. Только это и помогает. Да. Потому что, наверное, это действительно то, что жизненно необходимо, когда ты занимаешься бизнесом в наших непростых условиях. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Я думаю, что мало кто знал, чем вы конкретно занимаетесь. Нам удалось рассказать не только об этом, но и создать те самые поводы для гордости, которые мы можем испытывать. Я рад, что у нас в Кирове есть такие компании. Я рад еще больше тому, что у них есть такие руководители, которые так к своему делу относятся. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо, что пригласили. Это была Марина Фалевская, руководитель и создатель компании «Сельхозбиогаз». Программа «Разговор по делу». Прощаемся до следующего эфира. До свидания. До свидания.